Продолжение следует... Амар! Продолжение следует... 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 Я не могу понять ни слова. Как будто ты понимаешь. Иди сюда. Ты не хочешь отдавать молоко? Ты снова сегодня не слушаешь меня. Вижу, что ты тоже сердишься. Я знаю, что она твоя мама, но что же я могу поделать? Молоко стоит денег. С твоей помощью я получу деньги. Клянусь тебе, что их у меня нет. Ты знаешь, что ради тебя я совершила грех. Я разбавила молоко двумя стаканами воды. Смотри, никому не говори. И все равно я не могу заработать достаточно денег для моей мачехи. Тебе неведомы мои несчастья. У тебя нет мачехи. Соня! Ты что, не слышишь? Куда она подевалась? Она ругает меня, даже во сне. Пока я жив, она не будет относиться к тебе как мачеха. Она не встанет. Будь осторожнее. Да разве не видно, что ее сейчас ничем не разбудишь? Что ты делаешь? Она не сомневаетесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Пусти! ДимаTorzok 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 хватит шуметь разве вы не видите что она устала доченька иди позавтракай я готовы рвать на себе волосы вы не можете удержать две дыни в одной руке это вам не сладости которые вы можете легко и просто есть это искусство она требует напряженного труда не беспокойте меня сейчас или я проломлю вам голову таком случае я сюда больше не приду оставьте барабаны они наши вы его оскорбили если вам это не нравится тогда почему вы хотели чтобы я училась потому что сват с спрашивают есть ли у девушки образование и светлокожая ли она ты что не видишь что молоко остыло ты хочешь убить мою дочь холодным молоком этих ослов теперь не интересует умеет ли она хорошо готовить может ли заниматься хозяйством вести дом они спрашивают умеет ли она танцевать словно сватают ее за сына барабанщика но я не сын барабанщика ты снова сюда пришел почему вы нервничаете каждый день я обедаю у разных людей сегодня ваша очередь у меня есть расписание на весь месяц почему бы тебе не жениться ты словно бездомный пес астролог предсказал что у меня будет 17 детей было ли у твоего отца столько детей за что нам это несчастье кто вас сюда приглашал выставите его отсюда папа что здесь происходит спросите меня оставьте его вы каждый год бываете на ярмарке которую устраивают сельские жители в этом году они тоже устраивает ее и уже поставили палатки но пришел шанкар со своими приятелями и разрушил палатки он сказал что ярмарки в этом году не будет кто он такой чтобы запрещать ярмарка обязательно будет дорогая выпей молоко она остынет уходите папа зачем ты их прогоняешь идемте со мной завтракать идемте принесите для них сладости садитесь садитесь двери этого дома будут закрыты для тебя ешь сколько сможешь это в последний раз иди куда вы уходите сладости уже готовы проходите проходите спасибо 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 анджу ты знаешь название этого недуга хорошо поедим и повеселимся это будет большая ярмарка вы считаете себя великим юристом тогда почему до сих пор не арестован шанкар я заманю его в ловушку если только смогу затащить его в суд но он не пользуется своим языком а использует свой нож вы поедете со мной вы знаете где живет шанкар да я знаю и какой у него адрес я не знаю вы боитесь здесь нечего бояться где он вон там идите и приведите его сюда кто я братец шанкар у меня серьезные неприятности что вы делаете я могу забыть что хотел сказать здесь дочь райсахаба она еще ребенок она вас не знает сельские жители жаловались на вас райсахабу я объяснил им что вы имели право так поступить но эта девушка пришла сюда встретиться с вами я ничего не мог сделать хорошо я ухожу я ухожу давайте поедем полицейский участок он очень опасен сельские жители сказали что вы разрушили их палатки они правы где они будут проводить ярмарку там не будет ярмарки почему вы что губернатор это моя земля но это нарушает их права у меня есть известный адвокат амарнатх ну зачем ссориться брат у меня нет сестер я один ну и оставайтесь один ну 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 Вы адвокат Амарнатх? А вы в этом сомневаетесь? Вы выглядите как порядочный человек. А я и есть порядочный человек. Тогда почему вы защищаете таких преступников, как Шанкар? А у вас есть возражения? Это убивает правосудие? Что если я с вами соглашусь? Это будет для вашей же пользы. А если я не соглашусь? Тогда вам должно быть стыдно за себя. И люди узнают, кто вы на самом деле. Ну тогда пусть так и будет. Даже большие богатства не смогут на меня повлиять. Значит, ничто не может вас заставить изменить свое решение. Вы не правы. Я думала, что у вас есть какая-то доля порядочности и чувства справедливости. Но теперь я знаю, что подобные вам люди создают одни проблемы. Вы защищаете воров и грабителей. Да, я кури всех зол. Я рада, что вы сказали правду. Честно говоря, я еще не видел такого гнева. О чем вы говорите? Я хочу сказать, что я отказываюсь не только от дела Шанкара, но и от моей карьеры и профессии тоже. Возьмите меня в НРС, я стану вашим учеником. Как вы себя ведете? Я вижу свое будущее в ваших глазах. Ничем не могу помочь. Я бросаю мое сердце к вашим ногам. Какой палец на этот раз? Скажите, лучше каким ножом я порезал палец? Я ухожу, а вам с сегодняшнего дня увеличиваю зарплату. Отец, мало почистить весь дом. Вам нужно очистить всех деревенских жителей, всю деревню. Не только деревню. Вся страна нуждается в хорошей чистке. Многие люди пробовали, но так и ничего не смогли. А результаты их деятельности до сих пор видны. Но кто о них думает? Каждый пытается оставить на себе какой-нибудь след. Если не на земле, то хотя бы на чьей-то щеке. Совершенно верно. Проходите. Уходите. Проходите. Уходите. Так мне зайти или уйти? Вы хотите решить этот вопрос здесь или в суде? Зачем нам идти в суд? Я решу это на месте. Скажите ему, чтобы он ушел, иначе я прикажу слугам выгнать его. В данный момент я не твой отец. Против тебя было выдвинуто обвинение. Я не думаю, что вы сможете себя защитить. А я не думаю, что моя рука не дала вам хороший урок. Говорите только через мое посредничество. Где ваш адвокат? Меня звали, я здесь. В чем дело? Расскажите мне. У вас будет лучшая защита. Хватит глупостей. Меня зовут Амарнат. Я адвокат. Я работал в своем офисе. И вдруг мисс Анжу влетела, как молния, и ранила моего клиента в самое сердце, в результате чего лишило его и сердца, и разума. Мисс Анжу, у вас есть что на это возразить? Я уже сказала ему, все в офисе. Что мне еще говорить? Но если этого недостаточно, я могу повторить снова. Вам обоим следует отказаться от ваших взаимных обвинений и пойти на мировую. Пожалуйста, не нужно вести мое дело. Отец! Вы не знаете, что господин Амарнат... Он ведет ложное дело против целой деревни. Я пошла к нему просить, чтобы он от него отказался. А он нагло стал говорить мне, что я очень красива. Вы выиграли! Мои поздравления! Я не желаю вас видеть! Что вы там делаете? Идемте! Значит, вы владеете этой землей. Я взял ее в аренду. Я плачу по 100 рупий ежегодно. Здесь все выплаты. В этом году была ярмарка, которая проходила ежегодно. Она бывает только с моего согласия. Почему вы не дали своего согласия? Я теряю деньги, они испортили мою землю. В этом году у меня не было никакого дохода. Всем нужно как-то жить. Ведь скотине нужна трава. Я не хочу, чтобы она умерла с голоду. В этом году жители приходили за пожертвованиями? Да. Сколько вы дали? Столько, сколько мог. Скажите точно. Вы знаете, что разрушенные вами палатки были куплены на пожертвованные деньги? Я ничего не разрушал. Это правда, что в прошлом году вы заключили договор, чтобы сделать палатку? Да. Я сделал это из симпатии к деревенским жителям. Была недостача в 100 рупий, которую вы не оплатили. Я не ввел счетов. Я не ввел счетов. Я хочу взять слово. Разрешение дано, но было бы лучше воспользоваться услугами адвоката. Могу предложить свои услуги. Рай Сахаб думает о свадьбе, а вы спрашиваете, что хотели? Покажите мне бумаги на аренду. Разумеется. Это квитанции, а я хочу увидеть договор на аренду. На аренду? Да, на аренду. Аренда. Может, моя коза его съела? Может, он в вашем кармане? Вы мне что, не верите? Поищите еще в ваших карманах. Может быть, это? Ваша честь, договор аренды. Начинайте предложением Шанкару Синху. Предоставляйте земля, предназначенные для ярмарок. На этом предложение заканчивается. Из этого ясно, что земля предназначалась не только для пастбища. И Шанкар поступил незаконно, препятствуя проведению ярмарки. Поэтому он несет ответственность за ущерб. Это условие договора? Да. Суд обязывает Шанкара выплатить деревне ущерб в размере 120 рупий. Это мой отчет. Скоро все будет улажено. Будет ярмарка! Будет ярмарка! Будет ярмарка! Будет ярмарка! Что это ты так разволновалась? Разве это ты добилась этого? Не я. Господин Амарнат выиграл дело. Пойдемте, теперь все будет хорошо. Но кто оденет на него гирлянду? Если вы боитесь, давайте я это сделаю. Я надену ему на шею гирлянду. Музыок, ребята. Мне кажется, этим выиграли. Субтитры подогнал «Симон» Ты что, хочешь умереть, попав под мою машину? И доставить мне проблем? Почему бы тебе не выйти замуж? Почему ты здесь стоишь? Что у тебя в руке? Ты ненормальная! Если ты снова окажешься у меня на пути, я тебя придушу! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Торzok Дима Торzok Где ты была? Говори! Где ты была? Можешь порезать меня на куски, и я не боюсь умереть. Если ты еще раз посмотришь на меня, я вырву твои глаза. Если ты хочешь убить меня, то я убью тебя раньше. Я ненавижу весь этот мир. Я ненавижу. Я ненавижу. Продолжение следует... Продолжение следует... Почему ты так задержался? До сих пор у меня перед глазами стоит твое письмо. Продолжение следует... 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 Я никогда не позволю тени моего греха упасть на тебя. Уходи от меня подальше. Я видел какие-то счастливые сны. Я видел тебя в мечтах. Я думал, что я на небесах. Я не знал, что этот сон так скоро прервется. Я не знал, что однажды я все потеряю. Мне невыносимо это слышать. Я потерял все в один миг. У нее был такой жгучий взгляд. Он будто проник в мою кровь. Посмотри на меня. Не нужно об этом говорить. Ты не в себе. Твои руки дрожат. 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 КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Я хочу сохранить у себя твой голос Я все время боюсь его потерять Дима Торзок 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 Шанкар, сынок, не забудь про мои золотые браслеты. Забери обратно свои браслеты. Я не выйду за него замуж. Кто еще на тебе женится? Я полностью изменился. Я не способен убить даже мышь. Я стану твоим рабом на всю жизнь. Если бы я был здесь, он бы был уже мертв. Соня, ты сейчас сама убедишься? Как я изменился? Я здесь, братец Шанкар? Дай мне пощечину. Что вы такое говорите, братец? Я оставлю деревню и уйду. Я ни в чем не виноват. Мне так не повезло. Я больше не скажу ни слова. Не утруждайте себя. Не бейте меня. Я сам надаю себе пощечин. Я оставил всякую ненависть. Почему ты не дал мне пощечину? Почему ты не дал мне пощечину? Тогда закройте глаза. Ну, чего ты ждешь? Ты не дашь мне пощечину? Говорите все по правде. Вы и так все знаете. У меня только одна дочь. И такое бывает раз в жизни. Только он просит большое приданное. Вы очень добры. Похоже, что сегодня начинается новая жизнь. Природа более добра, чем закон. Вы тоже добры. В кошельке была большая сумма денег? Вам не нужно об этом беспокоиться. Свадьба будет в доме молочника, а не в вашем. Вы еще увидите пример щедрости. Когда вы приведете жену в дом? Ни невеста, ни счастья не придут в этот дом. Почему? Это не счастливый дом. Его нужно разрушить. Вы что, шутите? Разве я когда-нибудь шутил с вами? Нужно разрушить этот дом и построить новый. Он очень хороший архитектор. Он может построить новый дом всего за 15 дней. Этот дом должен быть разрушен до последнего камня. Этот дом должен быть разрушен до последнего камня. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 этой свадьбы не будет я на ее стороне верите вы ей или нет но я и верю она уже замужем если она замужем то должна жить в доме своего мужа моем доме для нее нет места о чем тут можно говорить даже если она останется здесь она уже утратила свою честь не бей мою дочь прекратите идем со мной вы не можете ее забрать это не достойно вас я не хочу оскорблять дочери бедняков они покидают свои дома но никогда не теряют своей чести если вы боитесь людей то я заберу ее да поможет вам бог пусть они делают что хотят вы не можете отсюда уйти я убью любого кто к ней прикоснется оставьте ее я заставлю их понять что соня останется жить в этой деревне и в том же доме я посмотрю кто сможет что-нибудь сделать что ты смотришь убирайся прочь отсюда все меня слышали теперь расходитесь я не сержусь на то что ты отказалась от брака я принуждал тебя почему ты не сказала мне об этом раньше кто этот человек который разрушил твою жизнь скажи мне его имя я притащу его к тебе живым или мертвым назови мне его имя скажи что ты не скажи мне вам скажи мне что они не скажи мне это 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Амар-бабу, конечно, хороший человек, но даже если вы поможете ему, он не станет этого делать. Заберите его отсюда и выставите вон. Что вы делаете? Если вы выгоните меня, я расскажу всей деревне, что такие богатые люди, как вы, никогда не заботятся о бедных людях, которые к ним приходят. Они ваши друзья, они враги. А мне и не нужно, чтобы меня хвалили. Отец, вы сделали все для счастья своей дочери. Мое сердце трепещет от счастья. Я хочу, чтобы Амар был со мной сегодня, и все могли увидеть мое счастье. Все меня поздравляли. Интересно, какой будет моя судьба? Отец, я так счастлива сегодня. Пусть Бог всегда хранит твое счастье. Приготовь для него сладостей. Я так и сделаю. Теперь он станет моим. Амар? Я так и сделаю. Пусть Бог. Я так и сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дай ему сил и здоровья Помоги ему, Господи! Дима Торзок 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 Продолжение следует... Проходите. О, Амар, добро пожаловать. Ты до сих пор не говорил с ней? Тебе разве нужно разрешение? Я пришел сюда по ошибке. Да все в порядке, я тебя уже простил. Ты не помешаешь, садись вон в том углу. Идемте, идемте, уже пора начинать музыку. Спасибо. 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 . Спасибо. . Спасибо. Спасибо. . Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Торzok Дима Тorzok Нет, это что-то очень ценное. Я не потеряла ничего ценного. Но я вам говорю, что это нечто ценное, что вы потеряли. Это принесет тебе счастье. Это кольцо. Это от человека, имя которого ты скрываешь? Я не могу назвать его имя. Ты чудесная. Не позволяй мне быть преградой между вами. Я не могу так поступить. Ты ничего не можешь изменить. Когда это случилось, я старалась избегать его. Как ты могла так поступить? Он сказал, что моя одежда дурно пахнет. Вот что он сказал. Скажи мне, как его зовут? Как я могу назвать его? Ты боишься причинить ему вред? Я вижу по твоим глазам, что ты честная. Ты не должна отвечать за его поступки. Я не могу видеть тебя одинокой и покинутой. Я не могу заставить тебя страдать. Расскажи мне о нем. Мне нужно ничего скрывать. Не спрашивайте меня ни о чем. Ты хочешь его спасти? Но я ведь тоже человек. У меня не камень вместо сердца. Он любил меня. Я никогда не смогу забыть его любовь. А он ее забыл. Тебя не заботит твоя жизнь. А мою он разрушил. Уходи. Оставь меня одну. Оставь меня. Она потеряет ребенка. Ребенка? А ее жизнь будет в опасности. Говорю тебе, оставь ее. Я могу сдать для нее свою кровь? Ты доставляешь себе неприятности из-за этой Сонии. В деревне говорят, что Соня сбежала и покончила с собой. Если бы это оказалось правдой, то я бы раздал сладости. Но она все еще жива и находится в этом доме. Что она делает в вашем доме? Она собирается стать матерью. Поздравляю, вам нужно раздать сладости по этому поводу. Пусть отец ребенка это делает. А кто отец ребенка? Ищи его в деревне. Что ты сказал? Кто вы? Не волнуйтесь, успокойтесь. Позвольте мне уйти. Дайте мне уйти. Не делай этого, Соня. Доктор сказал, что тебе нужен покой, а иначе ребенок может умереть. Скажи мне, кто он? Ради бога, дайте мне уйти. Не сейчас. Она вас ждет? Она вас ждет? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Соня находится в этом храме. Храм – это не частная собственность. Это Божий дом. Грешница не может находиться в этом храме. Вы должны склониться перед Богом. Грешница не может находиться в этом храме. Мы узнаем. Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров 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 А.Егорова Вы знаете, что для убийства Шанкара был использован кинжал? Да Почему вы убили Шанкара? Он вечно преследовал меня Вы очень дурная девушка И чтобы доказать мое заявление Я хочу пригласить свидетеля Разрешение дано Он спрашивал Соню Почему она не хочет назвать деревенским жителем Имя этого человека А потом сказал что знает кто он И убьет его своим кинжалом Это значит что Шанкар знал имя этого человека Я возражаю против этого вопроса Я все же спрошу Если вы не возражаете Спрашивайте Он сказал имя этого человека Нет Возможно вы забыли Я не знаю его имени Сейчас не время шутить Это касается женщины Которая станет матерью его ребенка Она очень сильно его любит Вот почему она покрывает его Таким образом Шанкар Знал имя этого человека И у нее не было другого выхода Кроме как убить Шанкара И поэтому имя этого человека Остается тайной Она забыла О законе И убила Шанкара Убийцы должны быть наказаны За свои преступления Убийцы должны быть наказаны За свои преступления Обвиняемая невиновна Она не убивала Шанкара Нет, это я убила Шанкара Я это сделала Я убила Шанкара Прошу прощения у суда Но подсудимая говорит неправду Шанкар сам упал на свой кинжал Нет ни доказательств Ни свидетелей Свидетель, который это может подтвердить Есть Если есть свидетель Почему его здесь нет Почему он не пришел И не назвал себя Ваша честь Клянусь на этой святой гите Что я и есть свидетель Я тот человек, которого хотел убить Шанкар А подсудимая хотела спасти Я тот человек, который погубил ее жизнь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!